Я поближе, а то слух у меня уже от мотора. Вот давайте мы с вами немножко освежим в памяти, что вам предъявлено конкретное обвинение. И обвинение заключается в неисполнении решения суда. Вы меня поняли, да? Я понял вас. Не в том каких-то событиях, которые имели место до этого, помимо этого, а только в связи с неисполнением решения суда. Только об этом говорит прокурор, и только по этому поводу предъявлено обвинение. Я правильно понимаю обвинение, так? Да. Все началось, ваше честь, с того, что они избили таксиста. Там люди были, когда это происходило, били таксиста. Люди были. И видели, как он на камеру, на телефон снимал, и как они били его. И он наблюдал за этим всем. Без него бы никто не ударил. Он же ведь Синюхин-то, ему кум, который избивал этого таксиста. Кум ему. И карьером заведует его. А карьер принадлежит Макину. Он оформил на него. И еще там один, Чеботарь, он такой же. Без него бы никто не тронул. Их люди знают. Это в присутствии его все происходило. Не могли они его тронуть. А председатель этот Струков, он председатель избирательной комиссии по Новоусманскому, Тобровю. Михаил Александрович, мы с вами уже обсуждали, готовились к судебному заседанию, обсуждали позицию. Вы прослушали показания всех свидетелей. И, пожалуйста, вкратце выскажите свою основную позицию. Что вас возмутило больше всего? В чем причина того, что вы, вопреки потенциальному лишению свободы, настаиваете на своей позиции? Вам грозит до года лишения свободы. Да, пожалуйста, ну это приговор мне будет. Я просто кушать ничего не буду, поганую их пищей. Я не буду. Я это говорю. Моя вот одежда или тело, это одно и то же. Она сгниет. А моя душа, она никогда не сгниет. Люди будут помнить обо мне. Вот я в чем вам хочу сказать. Они знают, кто он. И вы просто, если приведете такой приговор, вы просто себя подорвете. Вот я сейчас его только слово сказал, и уже меня все окружили. Давай удавим его. Он же простой, его с ним можно. У меня не было замечаний по работе, ваше честь. Я вам низко кланю всем. Прошу простить меня. У всех прошу прощения. Ну ничего не измерится. Я прошу прощения, я вынужден прервать вот сейчас вопрос. Ну, как вы скажете, вы же... Я вам... У меня, честно говоря, сейчас вот один вопрос возникает пока. Я прошу прощения, я вам предоставлю возможность. Любой вопрос, пожалуйста. Низко кланю. Вы поняли, существо обвинения предъявленного вам или нет? Она незаконна, это объявление. Вы поняли, существо обвинения, которое вам предъявлено прокуратурой. Я вас прекрасно понимаю. Михаил Александрович, я вопрос задал. Вы меня слышите? Я хотел слышать на него ответ. Вы, существо обвинения, в чем вас обвиняют? Понимаете или нет? Вы понимаете вообще, что сейчас происходит? Почему вы сюда не привели? Я задал вопрос, я хотел бы услышать ответ. Потому что сейчас у меня возникают сомнения. Может быть, нам имеет смысл поставить на обсуждение участников вопрос о проведении экспертизы по делу? Ну, вы обвиняете в том, что я солдат. Я ни в чем не обвиняю. Я еще раз повторяю, обвиняют у нас государственное обвинение. Я рассматриваю дело к существу. Я рассказал всю правду. Все, что люди, которые знают о нем, и у кого бы я ни обратился, они говорят, да, он такой. Скажите, пожалуйста, вы мой вопрос вообще поняли, о чем я спрашиваю? Понял. Я сказал правду о нем. Я рассказал правду. Я сейчас о чем вас спрашиваю? О том, что вроде я солгал, я не солгал. Я правду рассказал. Ну, я не согласен, что у меня обвиняют. Я знаю, что вы меня в чем обвиняете. Вы не согласны? Макин. Что Макин? На меня написал суд, что я его оскорбил, его достоинство. Оно у него есть? У него никогда не было. Он предал свою жену. Какое у него может быть честь и достоинство? Я верую в человек. Я знаю, что это такое. Прекрасно знаю вашу честь. Вы читали, что обвинительный Макин написано. Прокурор вам это словами сказал. Вы сказали, что копию вы получили. Ваша честь. Я знаю, кто он есть. Прекрасно знаю. Он знает, кто я. Он боится сюда приходить. Вот и все. Почему он не придет мужик как мужику? Он моложе меня на 7 лет. Если бы слышали, как он... Я думаю, нам целесообразно с вами сегодня с вами отложить. Я предлагаю вам... Нет, не надо. Секундочку. Меня послушайте, пожалуйста. Задайте вопрос. Я сейчас чувствую, что нам нецелесообразно продолжать допрос до тех пор, пока я не буду убежден на 100%, что вы действительно понимаете суть происходящего. В настоящий момент я полагаю необходимым слушание дела-то отложить. Предложить вам изучить все-таки обвинительный акт еще раз, который обвинение предъявлено было прокуратурой. И вопрос, который я задал о том, понимаете ли вы существо предъявлено обвинения, он не просто так задан. Я думаю, что в зависимости от того, что вы мне на него ответите, мы будем тогда уже решать вопрос, нам есть целесообразность продолжать допрос. Или, может быть, не имеет смысл поставить перед участниками процесс несколько иной тогда вопрос. Продолжение следует...